Всем привет, с вами Орбикс. А в этом видео я расскажу о 10 самых худших ютуберов по Роблок Студио. Это топ исключительно моё мнение. Также в нём будут присутствовать англоязычные блогеры, ведь у них очень крутой контент. А, но ещё это будет просто сборник ютуберов. То есть я не буду ставить их на 10, 5 или 1 место, например. Потому что у каждого из них свой контент, который невозможно оценивать. Давайте начинать. Первый видеоблогер по Роблок Студио это Скадия. Он снимает гайды на тему, как сделать надпись над игроком, как продавать свои модели в Роблоксе и так далее. Единственная проблема в том, что он берёт очень много моделей из тулбокса, а уже потом объясняет как всё работает, а не создаёт их на глазах у зрителей и поясняет всё на практике. Далее у нас идёт англоязычный ютубер под именем Gamer8. У него больше развлекательный контент по Роблок Студио, чем познавательный. Но всё же там можно узнать и довольно много. Шарк Блокс это очень популярный контент-мейкер по Роблоксу. Его контент фокусируется больше на новостях из мира Роблокса. Но всё же у него можно найти несколько уроков по Студио или Блендеру. Также если вы хотите быть успешным создателем Роблокс Игр, вы обязаны быть в курсе всех событий. Он рассказывает про лимитированный аксессуар, новые технологии из мира Роблокса и так далее. Далее у нас Смарти РБХ. Как мне кажется, у него довольно хороший контент. Он снимает видео о том, как заработать Роблоксы, лайфхаки, которые помогут в разработке проектов и так далее. Он рассказывает о организационных моментах. Например, как найти и нанять разработчиков для своей игры. Следующий блогер это ВГОД, и скорее всего вы о нём уже знаете. На его канале вы узнаете основы программирования на языке Луа и другие базовые вещи, которые вам пригодятся при создании своей игры. Следующий ютубер стал классикой Роблокс Студии. Его канал называется DeadDeafKing. У него много туториев по разработке игр на Роблокс, но в основном у него развлекательный контент. Сейчас всё больше блогеров фокусируется на развлекательных видеороликах, чем на познавательных. Ведь мало кто хочет учиться, чтобы делать свои собственные проекты. Поэтому аудитория, которая смотрит уроки по компьютерным программам, невероятно мала. Возможно, я тоже буду делать развлекательный контент на тему Роблокс Игр. Следующий блогер, которого также можно считать классикой Роблокс Студии, это Alvin Blox. Он делает невероятно крутые туториалы. У него можно узнать, как делать сохранение прогресса в своей игре, огромное количество уроков по программированию на Роблоксе, советы по продвижению своей игры и многое другое. Ещё один канал это SamRoblox. Он фокусируется на создании своих аксессуаров и продаже в каталоге Роблокса. Помимо Роблокс Студии, там можно научиться такому важному навыку, как моделирование в Блендере. Ютуб-канал под названием Sharky в основном рассказывает о создании хорроров в Роблоксе. Он учит программирование и создание всяких хоррор-НПС. Ну и последний ютубер по Роблокс Студии это Robbuilder. На этом канале вы можете найти видео на любые темы, например, как создать и продать свой аксессуар в Роблоксе, как сделать хоррор или развлекательный контент. Он научит вас работать в Блендере или делать красивые карты в Роблоксе. Ну и одиннадцатым ютубером в этом топе я бы упомянул Орбикса. Но так как у нас всего 10 мест, как-нибудь в другой раз. Почти все эти ютуберы совмещают развлекательные видео с образовательными. И на это есть причины. Как я уже сказал, очень мало людей хотят трудиться, делать свои собственные проекты, например, игры или модели из Блендера. Поэтому аудитория образовательного контента по Роблоксу очень мала. Тем более в русскоязычном сообществе. Например, в Роблоксе несколько миллионов пользователей. И только несколько миллионов создают там свои игры и смотрят видео на эти темы. Из-за того, что очень мало людей смотрят видео такого типа, видео не набирают просмотры, а каналы не развиваются. Поэтому все ютуберы, которые снимали уроки по Роблокс Студио, рано или поздно будут делать развлекательный контент. То есть снимать прохождение игры, бесплатные вещи и так далее. Ведь только так эти блогеры смогут расширить свою аудиторию. Ну и на этом всё. Всем спасибо за просмотр и всем пока!